Символически мы начнем наш марш у Дома писателей и пройдем мимо разных культурных учреждений. Поэтому мы пойдем организованным маршем от этой точки. Давайте вместе выйдем против русского закона. Выходи, выходи, выходи. Даже после 2008 года ненависти к России и русским так не было. Я не могу сказать. А вот после Украины вдруг во всех так вспыхнуло. Хотя остались многие, но я думаю, что все-таки поколение старше меня, которые помнят Россию, помнят хорошие отношения, помнят русский язык. Вот молодое поколение, вот то же наше будущее, да, они уже родились в свободной Грузии. Они хотят Россию и не знают, и не любят, и не хотят вообще ее знать. Позор! Позор! Иди воюй с русскими, если хочешь. Вы предательные. Тот Советский Союз, в котором мы жили в 80-е годы, после 60-х, 80-е годы, он был гораздо мягче и культурнее, более свободный, чем сейчас. То, что мы читаем о России, то, что мы знаем, то, что мы наблюдаем, это абсолютно другая Россия. Те же доносы, те же агенты. Это слово мы ведь знаем вот с тех, с 37-го года. Поэтому для нас это очень неприемлемо абсолютно. Мы были жителями большой империи. Эта империя как-то все время тягалась силами с Америкой, с Европой, да. И мы были частью вот этой большой империи. Но в то же время мы все время с ней боролись, с этой империей. Поэтому масштаб мышления у нас был такой мировой, а борьба была с империей. Поэтому мы находили вот этот эзоповский язык в фильмах, который изумительный по своему богатству, по философии, по юмору, по самоиронии. То есть это была какая-то такая поэтическая форма противостояния, которая как бы не прочитывалась, но ее читали зрители. Ордена Ленина. Киностудия Грузия. Фильм. Первое творческое объединение. Покаяние. Совершающий фильм трилогии. Мольба, древожелание, покаяние. Авторы сценария. Нана Джанелидзе, Тенгиз Абулаце, Резокваселава. Надо сказать, что я сама невестка Тенгиза Абулаце. Жена его сына. Я была его студенткой. Тенгиз шел по улице, встретил своего знакомого и сказал, я, говорит, ищу тему для фильма. И тот рассказал эту историю, которая произошла в Западной Грузии, настоящая история с покойником, которого вырыли. Умер прокурор. Прокурор, наверное, был как и бешенником тогда, в 1937 году. И его жертва вернулся с лагеря. Он хотел ему отомстить, конечно, но тот уже за несколько дней до этого умер. И он выкопал этот труп и прислонил к забору. Вот это и есть настоящая история, как это все началось для нас. И Тенгиз понял, что эта тема именно то, что в один кулак соединяет прошлое с настоящим. Я сразу же включилась. Это была такая живая история. Все это рассказывалось на кухнях. Сталин ненавидел грузин и грузин, потому что они его в свое время не приняли. И это сейчас кто-то уже даже опубликовал. 300 тысяч человек были расстреляны. 300 тысяч очень много для маленькой Грузии. Как я помню, в процентном отношении это вторая страна после Украины. Это тоже очень знаменательно, что нам рассказывали все пожилые женщины, которые прошли через ГУЛАГ и которые вернулись, и которые хотели все это высказать. А уже много лет прошло. Это был 78-й год. И когда они узнали, что Тенгиза Булац, он был очень знаменит. Его любили очень как режиссора. И поэтому с удовольствием все приходили к нам и рассказывали свои личные истории. Это все грузинские истории, то, что там происходит. То моя мама даже не знала всего этого, потому что бабушка боялась рассказать то, чем она была свидетелем. Поэтому я была первым поколением, кому она это начала рассказывать. Бабушка с дедушкой. Мой дедушка, оказывается, я даже не знала это, в конце уже его жизни узнала, что он был федералистом. Но его ближайший друг был коммунистом и работал в ВКВД. И в 1924 году у нас тут происходили большие чистки. И в 1924 году моя бабушка должна была родить, но не мою маму. Они были в деревне. И этот НКВДшник, который был близким другом дедушки, он ночью прислал свою сестру, чтобы его вызволить. И сестра вывела его из дома и спасла его. Ну, НКВДшник сам со своей группой нагрянули. Они там, в общем, устроили спектакль, что хотят арестовать дедушку, которого не было. И такое устроили, что у бабушки случился выкидыш. И она родила мертвого ребенка. Вот, да. Вот такая история была. Ничего не знали. Они были такие тихие. Какие понимания были запуганы. На всю жизнь. Это на всю жизнь. Поэтому то, что он был федералистом, я узнала в конце его жизни. Мама тоже мне это часто говорит. Не говори громко. Не говори всем все. И это у меня уже засело, этот страх. А вот самое интересное, что вот это молодое поколение сейчас, вот ЧНС, они правда в Советском Союзе не росли, не родились, не знают русских. Они этого не знают. Поэтому у них нет этого страха, который у нас уже свидет кенетически. Мы под этим страхом. Субтитры создавал DimaTorzok Я помню, я все время спорила со старшими, что они мне говорили, ну, какое это имеет сейчас значение, все это прошло, люди реабилитированы, сейчас уже другое время. Какой имеет смысл снимать фильм про то, что было? Я помню, у меня было три огромных тетради, заполненные вот такие толстые тетрадки, я заполняла вот этими записями. И потом из всего этого мы собрали уже фильм. Туннель из Бамбея в Лондон. Это тоже настоящая история, что человека посадили, потому что Саша Рягот роет тоннель из Бамбея в Лондон. Шутка была, но которую не поняли, и его арестовали из-за этого. То есть вот такие невообразимые были истории в Грузии, наверное, и в России, я не знаю. Какие агентурные задания вы имели? Я должен был прорыть тоннель от Бамбея до Лондона. А какими диверсионными делами вы занимались? С целью уничтожения населения мы посеяли отравленную кукурузу. В общем, это была вот такая какая-то смесь правды и неправды, и гротеска, и трагедия, и всего вместе. И в конце концов, все-таки это, конечно, трагедия. Первый вариант сценария сделали, мы написали какие-то выдуманные слова Брежнева, как эпиграф к сценарию. А Шеварднадзе имел такую интересную сторону, что он, как правило, любил искусство. Я вообще, ну, я так думаю, что он любил, потому что он был в близких отношениях со всеми писателями, художниками. Когда сценарий был готов, опять Стенгиз это понес в Шеварднадзе. Представляете себе, что шесть месяцев мы не знали ответа, что и как будет. Наконец Шеварднадзе вызвал Тенгиза Буладзе к себе и сказал, что когда я прочел сценарий, я всю ночь не спала, а моя жена рыдала, потому что она была жертвой репрессии. Жена Шеварднадзе. Жена Шеварднадзе, его отца репрессировали, расстреляли. А сестра жены, она не перенесла этого, и осталось немножко другое. Как бы, ну, с ней случилось. Психически она была уже не уравновешена, в общем. И он сказал Тенгизу Шеварднадзе, что я каждый день, говорит, смотрю на жертву репрессии. Она у них жила в доме. Так что для него это было очень живо и очень больно. И он сказал, что надо что-то придумывать. И они придумали вот такой ход. Вещание грузинского телевидения. Представляете себе, там 365 дней. И все эти 356 дней, 24 часа это финансируется Москвой. И Москва все просматривала. Но было два часа, которые она не просматривала, и которые финансировали с Грузией. И вот в эти два часа и втиснули фильм. Это жена, кстати, Тенгиза. А главная героиня – его дочка. Я была в гостях у дочки Татьяны Табидзе. А с ней была грузинская дама. И когда она узнала, о чем, что мы ищем, она рассказала свою личную историю. Вот попрёвно. И у нее тоже был ответ репрессирован. И вдруг кто-то прибежал и сказал, что брёвна пришли, привезли брёвна. И там, говорит, возможно найти какие-то надписи от этих ссыльных. И все помчались, смотрите, и она нашла своего отца. Царапают, выцарапывают своё имя там. И что-то ещё. И эти брёвна приезжают, их привозят сюда. Почему в Грузию? Именно с этой царапины. Но кто-то из тысячи, кто-то мог найти. Я нашёл его. Мама, мама. А самое интересное, как Мзи, она готовилась к съёмке, она потом мне рассказывала, когда весь день, всю ночь молчала. И она не знала, что там будет выцарапано имя моего мужа, её сына. Когда она подошла к этим, например, и увидела, что выцарапанная гия, эти слёз, правда, у неё потекли, и это всё правда случилось. И, наконец, в 83-м, мы начали, наверное, во втором, начали съёмки и закончили фильм в 84-м. Председатель комитета госбезопасности Грузии написал большое письмо. Грузии снят антисоветский фильм. Очень возможно, он попадет за границу, и там клевета на советский народ и на советскую жизнь. И Горбачёв вызвал Шеварднадзе и спросил, что за антисоветские фильмы вы снимаете там у себя в Грузии. И Шеварднадзе со своей мудростью и хитростью ответил, что Тенгиз настоящий коммунист. Он снял фильм против ошибок, которые мы допустили в прошлом. Ну, в общем, получилось так, что многие люди как-то очень защищали фильм. И его, наконец, пустили на экране. Ну, и это был 86-й год. Конная милиция стояла, потому что люди хотели просто ворваться. И это было такое гениальное приятие в фильме, что Тенгизу целовали руки, кланялись ему. И потом мы получили целый мешок писем из разных стран, из разных, не стран, из Советского Союза, из разных городов, из разных сел, поселков. Люди писали свои истории. Субтитры создавал DimaTorzok Музей находится в театре. Да, но он еще не открыт. Добрый день. Это основано на рисунках Резо, правильно? Все грузинские комедии по его сценариям сделаны. Это его... Я была, он у него скончался. Это все вот его рисунки, и по этому рисунку он сам делал герамические плитки. А потом два года, после того, чтобы он на этот ресторан был закрыт, а тут были столы с его этими рисунками, и сверху лежали просто стекла. Ну, чтобы они не испортились, значит, все будет просто поменять. Давайте обойдем, а потом мы сядем за землю, как бы здесь вот так. Вот. Давайте вот это все по городу. Вы знаете, вот на этом одном клочке земли, на Грузии студии, представляете, везде работают. Блокарёса Лена, Резо Чхеница, Тянгиза Булаца, Лана Хогубериди, Юрка Шенгилай, Лилка Шенгилай, Миша Кобакетти, наверное, вы его знаете. Саша Резвеша, ну, уйма. Все были большими классиками грузинского кино. Бок а бок очень сосуществовали, и в монтажных мы сидели вместе. И вот даже про покаяние я могу вам сказать. Заскочил Гиед Ханчелли, который был у Эльдара, композитором. И он услышал, что мы пускаем вот Оду Прадеси. На этой Оду Прадеси идет наш художник на казнь, да. Он был в восторге, сказал, что-то еще мне покажите. А я была музыкальным оформителем фильма. И мы показали ему вот этот эпизод с бревнами, кстати. Ага. И он спросил, что ты собираешься на эту ноларусь? Он сказал, что ничего, я думаю, что просто будут звуки, вот эти бытовые звуки, как это все пилиться, вопилки, как это. И он сказал, я принесу музыку очень неизвестного андерграунда композитора, который уехал из Аббетского сайта. Он сказал, что я вам принесу эту музыку. И она так сразу на него как-то легла. Это музыка же плавная, точная. Так что вот эти отношения были очень дорогие. Хотя иногда, вот я помню, Тенгиз и Утарь были в таких сложных отношениях до того, как мы стали соседями. И Тенгиз своего студента посылал Туфару. Посмотри, что он делает. И тот говорит, вот Туфар так монтирует этот эпизод. Потом приходит... В общем, вот такие были связи. Все время они как бы и были все вместе. И как-то все время были в конкуренции, но в то же время это было плечо. Потому что вот он делает так, значит, надо еще лучше сделать. Понимаете? И это очень как-то укрепляло, усиливало всех. И получались гениальные фильмы, если мне спросить. Потому что когда рядышком сидишь и спрашиваешь, что вот тот так делает, это как-то влияет на атмосферу и вообще на творческий процесс, инспирацию. Мне написал репортер. Военный репортер США. Не хотела бы ты поработать над фильмом о войне в Абхазии. Вы знаете, я была, как все грузины, считала, что Абхазы это сепаратисты, что они убийцы. И, в общем, у меня тоже такое было. Обыкновенное патриотическое настроение, что как нужно отколоться. И она мне выставила какие-то материалы. Мы начали собирать материалы, но через газеты, через репортажи. И между ними было одно интервью очень интересное. В этом интервью была одна очень интересная фраза. «Прости и меня». Это писал человек, который там потерял все. дом, друзей, сам был, кажется, ранен. Через перевал он прошел пешком. Видел все, что там. Последний эпизод, там, анимации, когда они переходят, это он. И как-то так получилось, что мы записали грузинские вот эти свидетельства участников. А потом мы уже как-то достали две записи, два дневника уже абхазов. Я поняла, что это не только для нас большая трагедия, но и для них. Несмотря на то, что 300 тысяч грузин были, они покинули Абхазию просто из-за страха. И люди были в халатах, в шлепанцах. Быстро вот так ринули вдруг 300 тысяч. Их там шутким образом уничтожали, те, кто остались. Очень многих просто из окон выкидывали. Но Абхазы тоже. Я потом читала уже рассказы абхазских писателей. Там тоже было вот это огромное горе. Войны и потери, и утери. Там было... В каждой семье был покойник. В некоторых семьях по несколько покойников. Поэтому сделали вот в анимации, где уже люди не люди, а какие-то дегуманизированные существа. А война это делает со всеми. Это у нас были какие-то маленькие деньги, потому что я уже начала собирать по частным компаниям. Я им рассказывала, что вот у нас записи с двух сторон. Абхазская и с грузинской. И все это воспринимали нормально, что Абхазы тоже мы. У всех было такое даже мы. Это очень важно. И потом как-то мы получили деньги, собрали. И они, сожалею, не на один грамм, не сожалею, что фильм вышел. И люди ходили по два-три раза. И потом мне писали, что все плакали, громко ревели. Меня обвиняли, что надо меня поймать, что фильм надо уничтожить, что меня надо высадить из Грузии. И были такие яркие фразы. Но эта травля была такая серьезная. Сейчас между нами такая стена недоверия, стена ненависти. Пройдут, наверное, годы, и мы придем к этому ощущению, что когда что-то неладно, надо всегда идти на диалог. И, может быть, даже сказать первым, что мы тоже что-то сделали не так. Потому что я помню, когда была война соседей в 2008 году, у нас ведь были очень близкие отношения в культовом плане с российскими поэтами. Обожали Грузию. И многие обвиняли русских в том, что ни один из них не высказался в защиту Грузии. Я все время думаю, что это как бы этот фильм, мой фильм, не даст людям высказаться, что ни один Грузин не высказался вот так, как мы это сделали. И что надо, чтобы это было сказано. Что мы вот так думаем. И очень многие думают так. Что всегда надо покопаться в себе и найти вот ту стронку, которая звучит и для нас, и для них. Редактор субтитров А.Семкин